Я Юра Ваганович Григориан. Родился в 45-м году в Армении. Ну, мне уже 63, но я пока не чувствую ничего такого отрицативного. Пока что надеюсь, что работать буду, буду и буду. Работаю, свою карьеру начал с 61-го года, начиная, я работал долго. На заводе в качестве электрика. А потом до армии заканчивал техником, приборостроительный, контроль измерения, регулирующие приборы. После армии, когда вернулся, мои друзья работали на телевизионной станции. Мне уговорили пойти на станцию работать. Я пошел на телевизионную станцию, работал техником. Прошло месяцев 7 или 8, начальник приходит, мне делает 2 предложения. Либо командировку в Германию, в Франкфурдномайне, для наладки телевизионной станции, которые там построили Советский Союз. Либо учеба. Учиться мне предлагали Львовский институт связи, радиофизика, телемеханика. Ну, после окончания я работал инженером на станции, работал лет 12. Потом это облучение на меня влияло отрицательно. Я решил уйти на другую работу. Пришел опять в мой старый завод. Ну, где работал, мне дали сразу зам главного энергетика. Ну, я не любил так, знаете, такую работу сидящую, поставленную с бумагами. Я хочу находиться с людьми, с рабочими. Прямо в производстве. Потом я пришел в одну организацию, работая главным механиком, года 4. Потом меня опять пригласили на завод. Старый мой завод. Дали мне начальником цеха. Я работал последние 8 лет там, до развала СССР. Потом, когда все это происходило уже, новая эпоха, завод продали. Меня часто вызывают дилеты, ну, предлагают сделать сокращение, сокращение. А у меня до этого в цеху рабочих по штатному расписанию было 62-65, а летом побольше, 70 с лишним. В Каннепуле приезжают работать к нам. Приходят эти студенты там всякие. Что еще сказать? Я вообще не люблю сам себя хвалить. Пусть обо мне говорят люди, которые меня знают. В данный момент у меня сейчас появились два объекта, которые предлагали архитектор, который сделал проект этого дома. Он предлагал хозяевам, чтобы эту работу дали мне. Я этим уже начинаю заниматься. Надо от нуля начинать один дом, другой доделать дом. Ну, работ пока хватает так. Ну, иногда бывает и свободные времена. Сейчас, в настоящее время, я в квартиру одну, в дороге видно. Почти уже половину сделано, сделаю. Где бы я ни работал, всегда везде хозяева были довольны. Пока что я с техной стороны не слышал никаких упреков, никакого кислого слова они не сказали. Все работы были приняты. Так, как положено. Вначале, прежде чем начать работу, мы сидим с ним, обсуждаем эти проекты. Я предлагаю мое, а не свое. И ходим уже на общее мнение, и идет дело. Ну, я могу сказать одно, что желательно было бы, если бы не работали, были бы в Ленинском районе. Покуда я обосновался, уже видно, уже пятый год видно. И я не могу так дома оставить, и это неделями, месяцами пропадать на работе. Чтобы я успел быть на работе, а вечером домой. Это, я думаю, любой так захочет. Любой нормальный человек. От этого работа не буду страдать. Чем ближе, тем лучше. И последнее, скажите.